Ну, если мы говорим о современном телевидении, вы знаете, есть телевидение стандартной четкости SD и уже высокой четкости, камера высокой четкости, оборудование высокой четкости, мы здесь прекрасно знаем, HD, high definition, высокой четкости, она входит в нашу жизнь и большая часть камер, я знаю, в том числе и у вас уже, уже оборудование высокой четкости. Ну, немножко позволю себе окунуться в историю вот этого формата HD, он изначально развивался по двум направлениям, это сигналы высокой четкости в 50-х годах, ну, понятно, что такие системы были ориентированы на применение в военной сфере, для слежения за противником, там, понятно, чем выше четкость, тем лучше. Ну, и второе направление, это цифровой кинематограф, тогда он назывался электронный кинематограф, потому что альтернативу кинопленки специалисты искали всегда и передали нервный сайт для такой задачи, чтобы найти более комфортное, более современное, более универсальное и более даже надежное средство фиксации изображений. Ну, в 90-х годах уже прошлого столетия, 1990-х, вот эти оба направления расселились в одно, которое сейчас мы понимаем как HD, ну, сейчас уже даже там ультра HD появляется и так далее, и так далее, но в 90-х годах стартануло это направление. Граница, обратите внимание, она такая нечеткая, я специально ее так нарисовал, потому что вот очень понятно, где проходит граница между цифровой кинематографом и телевидением высокой четкости. Ну, давайте я попробую ее прочертить на сегодняшний день, понятно, что буквально там через несколько лет эта граница сдвинется снова. Ну, где она проходит сегодня? Вот два вещательных формата, то есть те форматы, в которых сигнал заставляется к зрителю, ну, в которых мы принимаем дома на телевизоре. Высокой четкости 1080, через срочный формат, разрешение 1920 на 1080, и 720 на 720 разрешение кадра. И вот есть так называемый формат 3G, 1080 и прогрессивный кадр, 50 полных кадров в секунду, поток данных 3 гигабита в секунду, еще называют 3G, но не как мобильные связи 3G, 3 гигагерца, а 3G, 3 гигабита в секунду, потому что вот в обычных системах камерных поток данных полтора гигабита. Вот такой большой поток данных секунд. Вот именно по формату 1080 проходит вот эта граница между цифровым кинематографом и телевидением высокой четкости. Вот основные форматы телевидения высокой четкости. Вот они представлены. Тут вот есть вот такой интересный формат. Сейчас я их начну расшифровывать. У нас есть следующие форматы. С чересрочной разверткой, с прогрессивной разверткой и сегментированный кадр. Все знают, что это такое? Акадры, я думаю, знают, да? Ну, я думаю, что продюсерам и журналистам лучше еще раз пройтись. Как у нас работает чересрочный формат? У нас, понятно, 50 раз в секунду на экране телевизора, на экране монитора обновляется изображение. Вопрос, как оно обновляется? Вот есть некая картинка, она вначале прорисовывается через строчку. Ну, знаете, мы взяли эту картинку, разверновали, то есть через строку. И вот так сверху вниз прорисовывается. Потом дальше заполняются оставшиеся строки. За следующую одну, 50-ю секунду дорисовывается остальная часть кадра. Вот она дорисовалась, потом также обновляется следующий кадр. Вот так опять. Не черные строки, а потом то же самое будут черные строки обновляться. Ну, понятно. То есть через строку вот так обновляется. Прогрессивный формат работает. Строчка за строчкой. Просто, знаете, как на компьютерном мониторе сверху внизу, так прорисовывается друг за другом. На самом деле от этого зависит очень много. От этого зависит то, как выглядит движение человека, движение объектов на экране, так называемого пластика кадра. И четкость этого кадра. Это на самом деле очень важно, но вы сейчас поймете почему. Ну, вот это прогрессивный формат. Ну, понятно. И следующий кадр, когда обновляется, так же сверху вниз последовательно заполняется. То есть не через строчку потом от этого, а вот так. Значит, сразу скажу, что такое сегментированная карта. Вот кто снимал на фотоаппарат или на камеру в прогрессивном режиме, знает, что мы когда смотрим на монитор, на контрольный, или видоискатель, операторы знают, что изображение сильно сробит, подергивается. Я думаю, продюсер, наверное, знаете, режиссер прекрасно. Очень сильно. И очень некомфортно. Нам, наверное, кажется, что это брак, потому что это невозможно смотреть. То есть снимаем в этом формате, потом приезжаем на монтаж, загружаем в монтажную систему, и вроде бы уже нормально. То есть он там чуть-чуть подергивается, но в рамках того, как мы привыкли воспринимать этот театр. Почему у нас возникает такой неприятный эффект во время съемок? Потому что вот все интерфейсы, которые мы используем, ну, то есть вот кабели, они чересстрочные. И если мы туда попадаем в прогрессивный сигнал без какой-либо конверсии, возникает вот такой поразительный эффект. Неприятный, естественно, это брак. Вот для этого вводится сегментированный кадр. Зачем? Если вы хотите снимать фильм в высоком качестве, допустим, документальный фильм, но при этом использовать данный материал сразу в новостях, то есть отдать. Ну, такая вот двойная задача. И для кинопроизводства документального, и в новости. Вы можете снять прогрессивный кадр, но записать его, то есть разрезать его и записать как два поля. Тогда вот этого сильного струба не будет. Ну, собственно, вот записали прогрессивным, не знаю, куда записали, на кассету, на жесткий диск, на любой другой твердотельный накопитель, не суть важна. Дальше обработали как прогрессивный сигнал и отправили на экраны, на экраны кинотеатров, в Blu-ray и так далее, и так далее в формате прогрессивным. Если вы работаете в телевидении, а многие как раз так работают, и преследуете задачу иммифира, дать сразу, без обработки, пишите в сегментированном кадре, то есть снимаете как прогрессивный, но он записывается на накопитель как два поля, просто разрезается вот так, и такой разрезнованный, два поля лежат. Дальше вы уже решаете, либо вы в системе монтажа складываете поля, получаете честный, красивый, прогрессивный кадр, либо отправляете, допустим, сразу в эфир, как через срочный режим, вот тот режим, в котором вы работаете абсолютно спокойно. Это удобно, позволяет вам максимально оперативно, без такой-либо конверсии, без затрат времени, временных затрат на этапе монтажа, работать с данным форматом и при этом получить качественные изображения. Теперь в отношении двух форматов 720p, о которых я говорил, которые приняты, и 1080p, понятно, что в одну пятидесятую секунду, наш экран обновляется в одну пятидесятую секунду, 50 герц, если. Что мы видим? При формате 720p мы увидим полную картинку 1280 на 720 пикселей. В чрезсрочном формате 1080p, я говорил, что у нас через строку обновляется, следовательно, мы видим 540 строк по вертикали и 1920 пикселей по горизонтали. Поэтому что получится в одну двадцать пятую секунду? Тут будет, по-моему, 720p, 22 полных кадра, а вот в чрезсрочном режиме один, в принципе, полный кадр. Но ведь бабочка, она же смещается, согласитесь, за определенную единицу времени, да, если она летит. То есть она, как или иначе, сместится. Чуть-чуть, но сместится. Поэтому вот в чрезсрочном режиме изображение будет более смазанное. Знаете, только более ведюшное, как тут снимает, более ведюшная картинка, а в прогрессивном формате, ну, тут, говорит, более киношная. Хотя это очень спорный момент, очень спорный. Это вопрос психологического восприятия, но все. То есть изображение в чрезсрочном режиме более смазанное по горизонтали. В отношении четкости чуть позже скажу. Кто-нибудь не может ответить, что такое пластика кадра? Нет идей. Пластика кадра – это то, как выглядит движение на экране любых объектов. Ну и даже, допустим, если камера движется. Движение объектов, как на этой камере. Согласитесь, что когда мы сидим в кино, у нас по-другому выглядит движущиеся объекты. Люди, герои, машины и так далее. Я не говорю про размер экрана, конечно, не суть важна. Но все равно что-то есть другое. И многие там обрабатывают видео под кино. Говорят, вот есть пластика там, а Cinema Motion, так называемый, т.е. коктенок. Ну давайте посмотрим. Вот сравним Cinema, но если Cinema, можно сказать, что это прогрессивный формат. Тогда и Cinema Motion – это чрезсрочный. Вот у нас мяч читается слева направо. Вот так он у нас будет выглядеть при съемке на пленку, на кинопленку или на прогрессивном формате. Вот так, при чрезсрочном, что мы будем видеть, когда, например, условно говоря, стоп-кадер. Ну то же самое будет фиксировать, конечно же, и в голове зрителя. Но это по горизонтали. Я думаю, операторы многие видели эти картинки, я никого не удивил. Но никогда не рисуют, как это будет выглядеть по вертикали. Нигде и никогда. Давайте посмотрим. Снизу-верх идти. Мячик, шарик, не суть важна. Вот это при прогрессивном разглажении, ну или при кинематографическом. Ну так же. То есть обратите внимание, смаз такой же. Ну и его характеристики. А вот так будет выглядеть при чрезсрочном развивании изображения. Обратите внимание, что мы получаем. То есть пластиковый кадр движение будет выглядеть по-разному. Вот этот смаз. По горизонтали будет более смазное изображение, по вертикали более четкое. А в результате, как говорят, более рванное. Ну когда говорят, вот стробит, а ты не спрерывистые движения. Многие операторы это замечают, когда они делают резкую панораму по вертикали. Изображение более четкое и сильнее стробит. Такое горизонтали, оно более смазное. Вот это тоже нужно учитывать при съемках. Если вы хотите получать однородную структуру. Вот меня многие спрашивают, а почему же у вас в США снимают спорт всегда в формате 720p? Невзирая на то, что считается стандартным 1080p уже поваленным. А вот именно поэтому по 720p это прогрессивный формат. И пластиковый кадр одинаковый. То есть смаз будет одинаковым. А вы понимаете, спортсменов потом и замедляем, это быстрое движение. Будет очень некрасиво, если оно у нас будет отображаться по-разному. Ну, казалось бы, такой маленький момент, но как вы понимаете, как он может сильно повлиять на качество вашей работы. Да, и отдельно. Я хочу отметить, что существуют вещательные стандарты. То есть, что такое вещательные стандарты? Это тот стандарт, в котором зритель может принимать вашу картину. Ну, сигнал. Вот их три на данный момент. 1080p, 720p, но после дроби это скорость, частота обновлений и крат. 59.04p это для зоны США, Японии и так далее. Для бывшей зоны NTSC. Но отдельно отмечу, в HD нет, как вы понимаете. NTSC, вот сайтовых схем, ПАО, сайклама этого не будет. То есть, там и одиннадцатого эскклама. Но производственных стандартов на самом деле намного больше. Производственные стандарты – это тот стандарт, в котором вы можете работать внутри ваших компаний. Они просто расширяют палитру изобразительных возможностей. Безусловно, каждый, если производитель профессионального съемочного оборудования для заводов вещания, должен обеспечить поддержку всех форматов. Как вещательных, так и производственных. Поэтому, когда вы берете камеру, как желательно не покупаете, понимаете, какие форматы она поддерживает. Еще один момент. В отношении четкости картинки. Но вот формат 720p, да, 1280 на 720p. Понятно, что тут каждый кадр у нас полный. При формате 1080p, у нас тут чрессрочный, режим по 540 строк. Поэтому психологически мы максимум будем воспринимать где-то 750 строк. Ну, на самом деле, реально меньше. То есть, как раз порядка 700 строк. То есть, получается, что по вертикали вот тут четкость. И тут четкость абсолютно одинаковая. Но в формате 1080p по горизонтали больше пикселей, как вы понимаете. А чем больше пикселей, тем качественнее картинка будет у зрителя. Ну, при одинаковом, конечно же, потоке данных. И это объясняет следующий момент. Почему все вещательные корпорации сегодня переходят именно на формат 1080p. Даже те, кто в Европе в свое время начинал вещать в формате 720p. Но я уже упоминал, что мы скоро снимаем 720p. Мы снимаем 720p, фиксируем, потом конвертируем уже в формат 1080p. Но это вот для того, чтобы сохранить 20-кукабель. Приближаемся к совсем сложным моментам. Ну, и нудным, но уж извините. Это каждый журналист, каждый левшер, обязательно, знает. Как у нас с вами формируется изображение? В основном, в большинстве камер у нас стоят три сенсора. Вот объектив, свет проходит через объектив, попадает на специальную светоделительную призму, которая раскладывает падающий на нее свет на три компоненты. На синюю, красную и зеленую. И стоят за ними три сенсора, то есть, которые отвечают за каждую стоюную компоненту. Дальше полученные сигналы с этих сенсоров, они складываются, ну, и мы получаем результирующее изображение. Ну, я для упрощения вот так нарисую, то есть, вот у нас то, что фиксируется на каждом из сенсоров, дальше оно складывается, и мы получаем картинку. Ну, в принципе, это то же самое, что и в картинке, в последнем изображении. Но, вы же понимаете, свет, эта штука аналоговая, ее надо каким-то образом преобразовать в сигнал. Ну, знаете, вот, если взять электронную виси, если она не встанет, вот, они мне покажут вес, такой мой. То есть, соответственно, вес появится тогда, когда я на ней встану, то есть, это определенный устройство. То же самое выполняет сенсор. На нем фиксируется свет, превращается в электрический заряд. Дальше специальный преобразователь процессор, аналоговая цифровой, он ставит в соответствие. Знаете, как мы воду в мензурку наливаем, и смотрим, какой объем. Вот заряды на сенсоре на частичном элементе накопились. Ну, то есть, если свет, когда попадает на сенсор, там накапливают заряды. Вот и все. Дальше эта система смотрит, каков этот заряд, и говорит, ну да, вот такой уровень сигнала у нас формируется. Понятно, что чем точнее, знаете, мензурка, вы понимаете, шаг, там, миллилитры по пять миллилитров, тем точнее мы измерим объем воды, правильно? Ну, чем меньше шаг. То же самое. В АЦП используется битность, так называемый. Чем выше битность АЦП, тем точнее будет обрабатываться изображение. Ну, вот посмотрите, я привел пример для аналогового преобразователя. Ну, я утридирую, конечно, 3 и 4 биты. Вот диагональная линия, это некая диагональная линия, допустим, которую мы снимаем. Понятно, что у нас цифровое изображение, и диагональных линий не бывает, они прицелены лестницей. Вот червей, чья это лестница, тем больше будет ощущение, что у нас на экране диагональная линия. Ну, потому что в цифровом видео, естественно, так же. И фото, и так далее, и так далее. То есть, получается, чем выше битность, тем, действительно, у нас эта диагональная линия будет более точной. Многие, я думаю, в эфире обращали внимание на российский ведущий, и возникают именно графики, вот такие лесенки, эффект лесенки, его еще называют эффектом гребенки. Оператор знает, вот бывает, и видно хорошо, даже журналисты знают, очень некрасиво. Вот он в том числе и сюда лезет, не только из-за чересрочного разгара. И вот в отношении полутонновых переходов, если взять от самого, знаете, такой серой клины, от самого темного до самого светлого, такой переход. Вот видите, какие здесь получаются шаги, какие здесь. Всего лишь 3-4 бита. 3-4 бита — это два в соответствующей степени, в 3-4, ну, если так по математике взять. Вообще, в современной камере используются 12-битные, а на цифровые преобразователи 14-битные и 16-битные. Вот 16-битные позволяют в 16-битные увеличить точность обработки. То есть вот диагональные линии будут намного более точными. Точно передаваться, корректно обрабатываться. То есть и действия у человека, есть особенно вот это, в том числе и рисунок на рубашке, или, допустим, какие-то украшения у меня, то есть они будут виднее и точнее прорабатываться без искажений. Вот многие сталкивались со следующей проблемой. Вот эта исходная картинка, знаете, включили в камеры операторы, знаю, включили в камеры какой-нибудь режим, например, включили гамму, да, там, синема гамма, еще что-нибудь, любят, какой-то режим коррекции. И камера зашумела, но я думаю, сталкиваетесь с этим. Почему шумит? Потому что не хватает, знаете, на уровне вот этого измерения, на уровне сенсора. Ну, то есть мы не можем понять, какой у нас объем воды, ну, допустим, если шар 5 миллилитров, допустим, 10 миллилитров у нас, или 15, знаете, между. И что происходит? У нас вот пиксели начинают мерцать, поскольку камера не может их убили. То же самое в дешевых компьютерных мониторах происходит, шум появляется. Тот же принцип. Там, правда, это дизелингом называется. То есть потери битовой глубины. В итоге, вот, конечно, у нас, поскольку много кадров в секунду, то есть это просто вот в этих областях камера начнет шуметь, то есть появится шум излишки. Это когда нехватка битности на уровне АЦП. Ну, посмотрите, 12-й битный АЦП это... Сейчас верну. 12-й битный АЦП это 4996 градации, 2 в 12-й. 14-й битный 16-й деградации на уровне АЦП. То есть вы понимаете, шаг меньше. А 16-й битный 35-й деградации. Ну, тут немножко, если операторам сказать, посчитать. У нас есть езди, сигнал это 10-й. 2 в 10-й, 1024 градации. Если мы умножаем это на динамический диапазон хорошей камеры, 600%, получаем 6-й деградации. И если мы включаем какие-то специальные режимницы, это коррекции, гаммы, то нужно шаг увеличить еще 5 раз. Обработать. 5 и 6, 30. Поэтому нам нужно иметь 30-й деградации на уровне АЦП. Ну, 14-й бит, как вы понимаете, уже не хватает, а 15-й. Поэтому только 16-й битный анализ процесса соответствует вот этим задачам. Чтобы вы могли комфортно использовать весь функционал, заложенный в камере. В камере и цвет коррекцию, и так далее, и так далее. Побежали дальше, но я уже об этом говорю. Побежали дальше, но я буду вещать отсюда, потому что иначе не достает, или плохо достает глазами у Каска. Вот, чем выше вот этот показатель, когда мы смотрим в отношении сигнал-шум, чем он больше, тем лучше. То есть камера будет меньше шуметь. В децибиле. Это отношение сигнала к шуму. То есть чем больше децибил, тем камера будет меньше шуметь. Чем меньше, тем камера будет сильнейшим. И об этом тоже, на этих параметрах тоже нужно, естественно, обращать внимание. Когда выбирать то или иное оборудование. Ну, вот можете посмотреть по серому. Вот здесь и вот здесь. Я думаю, видно. Ну, кто-то лежит особенностей. Я думаю, заметно. С другой стороны, на нашей с вами всегда есть главная задача добиться точности и естественности цветопередачи. То есть чтобы все цвета передавались максимально точно. Вот я взял два таких, знаете, больных цвета. Вот когда у нас на уровне аналога цифрового преобразования не хватает длинности, у нас цвета искажаются. Вот может быть так, может быть вот так. Но, как вы понимаете, ни вот этот, ни вот этот вариант не похожи на исходный. Но я приведу такой, знаете, пример, наверное, из собственной практики. Мы снимали на камеру, в которой аналога цифрового преобразования было как раз 12 бит. Вот что у нас получилось. Скажите, пожалуйста, мы так видим траву? Ну, не в измененном сознании, конечно. В нормальном сознании. Как бы сомневаюсь. Ну и, я думаю, озеро, больше лужи, ручеек. Тоже так не видим. И погибли. Ну, то есть, это исходный кадр, который мы вот такой получили. Похож он на реальный, это абсолютно нет. Ну, то есть, если снять такой репортаж, вы понимаете, вот то, что я говорил вчера, зритель не будет в это верь. Ну, что такое? Раскрашенный будет, так сказать, мультик. В отношении чувствительных элементов. Вот мы сейчас это переживем, иначе сенсор будет понятно. А сенсоры бывают разные. Вот есть тип CCD. Вот это вот чувствительные элементы. Знаете, такие ячейки, вот стаканчики. На них, когда свет попадает, в них накапливаются электроны, заряды. Попал свет, накопились заряды. А вот это такие, знаете, вертикальные регистрации, как желудки, яскольку воды. Ну, знаете, вот с крыши такой. Вот свет попал за одну 50 секунду на этот сенсор. Вот тут накопились заряды. Потом сенсор выключился, и заряды мгновенно сбросились. Вот эти вертикальные регистрации. Просто все, что накоплено. И дальше строчка за строчкой они считываются. Ну, давайте посмотрим. Свет попал, сбросился, и дальше щекируется. А после этого сенсор включается, опять свет на него падает. Но многие сталкивались вот с такой проблемой. Я думаю, знаете, такой эффект? Видели? Неприятный эффект, потому что, в принципе, это брак. Это так называют СМИ. По-русски звучит длинный, вертикальный, кинучийся продолжение, если говорить в научном языке. Откуда этот эффект возникает? Понятно, что СМИ ночью на открытые диафрагмы, фары автомобиля или солнце, зарядов накапывается больше, чем может вместить в себя вот этот регистр сдвига. Ну, то есть, вы же понимаете, если у нас есть стакан воды, где есть 50 миллилитров, мы туда наливаем 300, что происходит? Вода растекается по столу. То же самое и здесь. Когда сюда попадает заряд больше, чем может вместить вот этот регистр сдвига, он просто растекается, как по желуду, и возникает такой неприятный эффект. По-разному боролись, иногда увеличивали, добавляли дополнительные регистры сдвига, чтобы быстрее сбрасывать. Это, например, в камерах Sony активно применялось, сенсор фит, так называемый. И добавляли, что многие повыкли, кстати, происходит камера Sony может это увидеть. Под чувствительным элементом располагался специальный слой, знаете, как промокашка, он на себя лишние электроны оттягивал. Но проходит таким образом час, два, три, вы снимаете. И что происходит? Вот в этот нижний слой он оттягивает на себя электроны, оттягивает, оттягивает. И там истекает хороший уровень тока уже. И камер начинает сильнее шумить. То есть вы начали снимать с одними настройками, а потом у вас выяснилось, что к концу прямого эфира камера достаточно сильно шумит. Проблема. То есть камера начинает расползаться друг относительно друга. Это особенно актуально при работе в студиях или в каких-то вот ответственных трансляциях. Ну, знаете, что у меня будет? В то же время и в вечернее время, где есть небольшой полумрак, это очень видно. Приходится в режиме, так сказать, там реального времени и судорожного подкручки. И многие говорят, откуда это происходит? Вот это все. Поэтому технология Пауэлла Хэда на камерах всегда написана. Вы ее увидите. Там есть сразу маркировки EX, FX, ну, не будем, как сказать, вдаваться, не глобально возбудить. Есть сенсоры ИК. Как они борются с этой проблемой? Во-первых, они увеличили размер чувствительного элемента и усовершенствовали механизм вертикальной передачи данных, разместив его как бы за чувствительными элементами, не в одной плоскости, а за. И усовершенствовали систему микролинц. Единственное, что упустило один момент, вы же понимаете, что при такой архитектуре у нас вот эти вот фотодиоды желтенькие, они не располагаются, не покрывают полностью площадь сенсора. Но чтобы свет на них фокусировать, над ними ставится специальная линция. Вот они свет на них фокусируют точно. Но усовершенная система в условиях микролинц со специальной покрытией позволяет тоже отсекать свет лишний и таким образом избегать вот этого паразитного эффекта, ну, считай, продолжения. Сенсор Симус. Вот это интересно. Вот во всех фотоаппаратах, во многих маленьких компактных камерах использует сенсор Симус. Тут нет никаких регистров слива. Тут от каждого чувствительного элемента сигнал забирается напрямую. Поэтому вот этих проблем с следующими продолжениями быть не можно. Но, однако, этот сенсор работает очень интересно. Как отсчитываются с него данные? Ну, вы понимаете, когда вы снимаете на фотоаппарат, на пленку, что происходит? У вас шторки открылись, свет попал на пленку, правильно, шторки закрылись, все, кадр получился. Правильно? Ну, в принципе, все это понимают. В сенсоре соседей я говорил, свет попал, заряды накопились, сенсор выключился, и все заряды сбросились. Но фактически то же самое, что и тогда в камень и шторки. По сути, шторки закрылись, а значит, уже там считывается информация. Симоз считывается очень оригинально. Вначале выключается первая строчка. Свет падает на сенсор все время. Просто все время падает. Выключилась первая строчка. С нее данные считались, она включилась, включилась вторая, данные считались, включилась третья, и так с них до нее, но по одной строчке. Его называют так, роль нишатка, бегущий затвор. Это приводит к определенным проблемам в работе. Сейчас я вам эти проблемы покажу. Особенно это видит милость майки в пресс-конференцию со вспышками на таких камерах. Ну или, допустим, на фото-карте снимаете, становится эта проблема заметна. Фото-вспышки намного короче, зачастую иногда, до 50 секунд, возникает, допустим, объект, который говорит, засвечен на половину, на третью, на две трети. И так, знаете, с такой четкой границей. Почему? Потому что как раз бегущий затвор. У нас данные считывались где-то посередине, и тут сработала вспышка. И все, что ниже, оно засвечено вспышкой. Ну, приведу пример из своей такой, тоже практики. Вот я снимал на камеру с символ-сенсором, и свернула молния. Вот, получили такой кадр с четкой границей. Ну, как вы понимаете, это полный кадр, да? Вот такой вот, четкой границей. Является ли он нормальным? Нет, это брак. Ну, как вы понимаете, если снимать, в том числе, какие-то серьезные пресс-конференции, здесь большой объем вспышек, тут такие вот полоски, будут выглядеть странно. И чиновнику, вы мало вероятны, объясните, что там архитектурный сенсор. Такая. Но художественно, это брак. Но более того, на эти проблемы не заканчиваются. Мы же снимаем с плеча, зачастую, мы снимаем с тележки, мы снимаем движущийся, движущийся дверь. Мы же снимаем, там какие-то интерморты поставили, цинточки и все. Если мы снимаем с плеча, вот эта камера на сенсоре все сидит, а вот эта на сенсоре снимает. Подсказать проблему, геометрические склажеры, я думаю, вы видите. Ну, то есть, вот оператор на полу трансфокации, там с 10-кратным увеличением снимал, ну, вот вы видите, что происходит. Из-за того, что тоже строчка за строчкой так считывается, и свет падает все время. Но приведу более яркий пример. Резкая горизонтальная панорама. Можете определить, куда мы панорамируем? Туда. Потому что вот куда искажение. Видите, чуть-чуть у нас первая строчка, а в это время камера сдвигалась, и вот так вот красиво все исказилось. Это вагон метро. Ну, не московского, не российского, но все, европейского. Вот он вот так выглядит, движущийся. Двери, конечно, там нормальные были, но вы понимаете, я, как и говоря, называть это нормальным кадром тоже не приходится. Это тоже фраг. Хотя в дешке, кстати, на любой платформе, и тень ассистента, она тоже не искажена, поскольку эти, это объекты статичные. Ну, и не могу не рассказать про крутящиеся объекты. Вот так они выглядят. Вот это сенсор сенсор сенсия, а вот это сенсор сенсии. Так будет выглядеть работа пропеллера. И в свое время, кстати, вот сейчас переведу кадр, вот этот кадр обошел интернет, снимали на фильме самолетов, ну, как бы, вот получили работающий пропеллер. Причем эти линии, они никак не изменяются. Они чуть-чуть, может быть, дрожат, но стабильно присутствуют на экране. Ну, вот так вот, если снимать из самолета работающий турбовинтовой двигатель. Немного из своей практики. Переведу пример. Вот так выглядел двигатель. Кто-то говорит, а если электронный затвор поменять, может, поможет? Не поможет. Эффект будет чуть-чуть другой, но не поможет. То есть, это особенность архитектуры сенсор сенсии. Поэтому, когда вы выбираете камеру, понимаете, что можно получить. Но, опять же, мы же снимаем, вот приезжаем в какое-то государственное государственное учреждение, они софлоресентную лампу, вот эти лампы дневного света, которые зачастую разные, разные цвета температуры. Одна более красная, другая более зеленая, третья более синяя. Они мерцают, и вот что может получиться на сенсорных символах. Братите внимание, вот такие цветные полосы, так называемые митирования. По сути, это тоже фраг. Ну, еще интересно. Оператор, знаете, ставит, на человека висит лампочка, да, с нитью накаливания. Нить накаливания иногда имеет свойство дрожать. Оператор приехал, поставил свет, вроде бы, лампочка на твоего человека. Должен свет подать ровно, надо сняли, а вот если у него сенсоры задрожали не кинокаливание, видите, как исказилось по диагонали. То есть получили ровно другую схему теней. По сути, за это можно и по голове выключать. Оператору. Но не он, в данном случае, виноват, потому что сама камера как снял. Поэтому этот момент тоже нужно учитывать. Ну и опять же, проблемы оптики, объектив, который вы используете, тоже становятся более заметными. Но вот обратите внимание, как выглядят пятеро осенние, то есть точки, которые вырос в фокусе. Это реально с центром изображения. Вот так некрасиво, я бы сказал. Эти проблемы можно решить, на самом деле, усовершенствовав сенсором. Но тогда его цена станет даже выше, чем сенсор СССР. Вопрос, зачем менять? И такие уникальные особенности сенсора СИМУС, как высокой чувствительности и большой динамический диапазон, исчезнут. Ну, как можно компенсировать? Давайте я пробегу, поскольку у нас просто мало времени. Это интересно. Наверное, поговорим больше о творчестве. Но, кстати, производители до сих пор ставят в большие взрослые камеры, предлагают ставить в студийные камеры именно сенсор СССР или усовершенствование СИМУС. Ну, часто, кстати, вот, что мы в Гроссвейде сделали СИМУС на основе Google-шаттера. Там как бы в рамках одного чувствительного элемента есть и буферная зона, в том числе дополнительно, куда заряд сбрасывается сразу. Но это приводит к ухудшению надежности, к снижению динамической диапазона и повышению шума. Поэтому архитектура тоже вызывает еще много вопросов. Многие из вас, я думаю, знакомы с оборудованием, с камерами типа Red One, где многие снимали, особенно операторы. Но там используется один сенсор. Те камеры, которые работают с кино, кто-нибудь снимал, ну или на фотоаппаратах кто-нибудь снимал. На фотоаппарат, я думаю, многие снимали. Там один сенсор стоит. Но какова архитектура этого сенсора? Один массив чувствительных элементов и на четыре элемента накладывается четыре фифла. Два зеленых, синий и красный. То есть вот на четыре элемента. Ну, 4К-сенсор 4000 пикселей по горизонтали. Ну, примерно на камеру Red One. Обратите внимание, что при такой архитектуре у нас разрешающая способность для каждой строчки падает. Ну, это видно, да? Что? Красный присутствует через строчку и через пиксель. Зеленый присутствует в каждой строчке, но через пиксель. Синий аналогично красному через строчку и через пиксель. Ну, белый, как вы понимаете, там чувствительных элементов нет. Ну, соответствующий свой цедовой компонент. Дальше уже включается механизм дебаринга. То есть мы как бы растягиваем вот эти четыре точки, делаем из них четыре красных пикселей, четыре зеленых и четыре си. То есть дебаринг. Ну, как вы понимаете, это же математический процесс. Любая математика ухудшает качество цветопередачи. Поэтому вот проблема дебаринга, вроде бы, в реальном времени является самым больным местом под одной камере. За что любит, например, оборудование из-за хорошей дебаринга и за что не любит, например, рот в цифровом комнатуры. Ну, опять же, разрешающая способность падать. Давайте посчитаем. Это наша с вами какая задача? Получать как можно больше мелких деталей от этого прожения. Вот я думаю, многие, кто работает на телевидении, сталкивались с проблемой. Приходит человек в клетчатой рубашке, в мелкую клеточку или в мелкую полоску и возникает муар, то есть сливаются линии. Вопрос, почему они сливаются? Вот. Потому что камера их не видит. Камера не видит эти детали мелкие, а раз она их не видит, то есть возникает искажение, поскольку она не может прочитать, увидеть гранит между черным и, допустим, белым полосок. Давайте посчитаем количество мелких деталей, которые та или иная камера может нам дать. Возьмем камеру в формате 4К в таком бы серьезном формате в 4000 пикселей и обычную HD камеру с 2,3 дюйма с 1920 до 1080. Сравним. Но трехсенсорные конечно. Количество элементов на сенсоре. Это в камере, например, Радбан, в камере 4К. Вот это в камере Full HD. Но в камере Full HD там, как вы понимаете, три сенсора, то есть на каждом сенсоре по такому количеству элементов. С учетом той архитектуры, которую я вам показывал, для односенсорной камеры вы помните, что красный был через строчку и через пиксель. Поэтому, если он через строчку и через пиксель, делим и разрешение сенсора по горизонтали и по вертикали на два. Раз через пиксель и через строчку, значит на два. аналогичное для сеней. 248 на 1024. То есть реальное количество пикселей этого цвета. Зеленый у нас был в каждой строчке, но он через один. Значит, делим только по горизонтали на два. 248 на 248 зеленых элементов. Ну, а в трехсенсорной системе также 1920 на 1080 для каждого цветового компонента, поскольку три сенсора. А вот теперь самый сложный момент. так называемый критерий дайкерсти. Ее в отечественной терминологии по-моему называют ременькотельникова, но на суть важна. Реальное количество мелких деталей, которые данный сенсор может увидеть. Звуковиди знают, что чтобы записать например 22 кГц, нам нужно использовать 44 кГц полностью. То есть в два раза больше. То же самое и введем. В данном случае поэтому нам нужно разделить на два. количество для односенсорной системы разделить на два и для трехсенсорной системы. Ну, я сейчас попытаюсь объяснить на пальцах, что это такое критерий негрисы. Знаете, сложную физику. Берем человека вот в такой полосатой рубашке в клетчике. Ну, или табличку, знаете, с квадратиками. 1920 по, соответственно, 960 черных полосок и по 960 белых вертикальных и аналогичных горизонтальных. Ну, то есть квадратиками. Черный, белый, черный, белый. И располагаем на таком расстоянии, ну, как барканиками, чтобы вот размер вот этого квадратика был равен размеру чувствительного элемента на сенсоре. Вот такой маленький. Ну, удалили так. Вот это сами чувствительные элементы, которые фиксируют свет. Ну, допустим, свет может упасть вот так. Ну, черный, понятно, черного света не бывает, а значит, света нет. Ну, да простят меня инженеры, просто это наглядно. Может упасть вот так. Когда этот пиксель будет какой? Белый, правильно? Соседний, черный. Ну, кто сказал, что свет упадет так? Это же не какая дискретная величина, он может упасть как ему заблагорассудится. Может упасть и вот так. Таким образом, что мы получим? Тут черный, белый, а тут ровное серое полотно. Правильно? Ну, может свет или гром, может упасть как ему заблагорассудится. Вот причина муара здесь, то есть камера не может увидеть эти мелкие детали и начинаются вот начинаются искажения разноцветные. Вот, что мы получаем. Но в каком случае мы можем быть уверены, что луч света упадет? то есть какой он должен быть черенее, чтобы мы его однозначно зафиксировали? Давайте подумаем. Я думаю, в два раза больше он должен быть. Тогда на один из двух пикселей, вне зависимости от того, как мы будем двигать его, подумайте, он все равно будет зафиксирован. Вот. То есть будет черный, белый, черный, ну, правда, с небольшим переходом, но будет. Поэтому, когда у человека возникает муар, вот такой на рубашке, исходя из этого, его надо либо чуть ближе пододвинуть, либо чуть дальше отодвинуть, чтобы тогда все было серое и не видно. То есть изменить крупность плана, банально. Или камера чуть-чуть подкатить и изменить. Вот как это лечится. Но, как вы понимаете, то есть размер элемента должен быть в два раза больше. Условно говоря, если я вот вас снимаю вот суббанным, да, вот всю сцену, точнее, весь зал со сцены, и вот там где-то на стене есть розетка, я вот беру и экран делю на 960 на 540 вот сегментов, да, и если вот эта розетка черная на белой стене меньше вот этого сегмента, который у меня получается, я просто беру изображение, не делю его, да, меньше вот этого сегмента, то мы ее не увидим на итоговом изображении, просто вообще не видим. Этим в основном, знаете, когда пользуются, когда мы снимаем концерты и микрофоны висят сверху прямо вот на тонких лесках, когда камера отъезжает на общий план, мы не видим, что висят микрофоны на этих лесках. Это можно увидеть только когда камера, допустим, на кране пролетает рядом. Вот тоже секрет кроется именно здесь. Ну, если объяснить сложную физику, так сказать, на пальцах. Поэтому просто надо делить на два. Поэтому вот, что мы получаем для односенсорной системы 4К для RedOne и вот, что мы получаем для трехсенсорной системы. Но пятна растения, то есть цветочка, которая находится в фокусе, у оптики HD, которая используется в обычных камерах, она 6 тысячных миллиметров, 6 микрометров. А кинооптика, она в два раза больше ее диаметра, 12 километров в идеальных формах. То есть это точка, которая фокуса, то есть это точка, которая рисует сам объектив. Поэтому получается, что кинооптика полностью покрывает эти 4 пиксели, которые имеют такой же размер 6 микрометров. То есть выгрушить по-зеленому у нас не получается. поэтому вот что мы получаем. Вот это количество мелких деталей, которые увидит сенсор в камере Red One, а вот это в трехсенсорной системе Full HD. Обратите внимание, выигрыши практически нет. когда многие коллеги говорят, мы будем снимать фильмы на формате 4К, на Red One. Вы как? Потом будете делать врезку сложной графики? Нет. Вы будете делать цветокоррекцию, ну какую-то очень сложную, тяжелую, которая просто требует физического большого разрешения. Нет, не будем. Я говорю, а зачем ты это? Ну чтобы детали было больше. Так вот сколько деталей вы получите все равно. Я в принципе могу раскинуть обычные изображения, вы меняет их размеры, знаете, как в Photoshop Interpolin. Это не проблема. То есть в принципе то же самое. Поэтому это нужно иметь в виду. Но многие, кстати, сталкиваются вот еще с такой проблемой и сталкиваются. Вот такие цветные окантовки, я думаю. Снимайте на сером фоне, на фоне неба. Многие, я думаю, операторы, операторы здесь есть? Видели вот такие окантовки? Или никто не сталкивался? Иногда, на самом деле, если вы снимаете ответственный какой-то большой проект, допустим, зима, серый снег, серые дома, серое небо, нормальная ситуация для, скажем так, для нашего региона, вообще для российских просторов. И я не так давно видел гениальный кадр, то есть снимали питерские коллеги, они снимали большой документальный проект, и вот были серые улицы, ну, там, про войну, серые дома, серое небо, и везде цветные вот такие окантовки. Везде. Они были в ужасе, и говорят, что с этим делают. Но проблема. Откуда это произрастает? Кто-то говорит, что это оптика. На самом деле, это не оптика. Это как раз трехсенсорная система, вот эта светоделительная призма. Сейчас вернем. Если мы посчитаем расстояние от края бетила до каждого чувствительного элемента, получится, что они на 5 мкм, но такова архитектура отстает. И поэтому вот возникает фаза света разная, получается, приходит, если есть разнос. Получается, возникают вот эти паразитные окантовки. С ними каждый производитель борется по-разному, но если с ними бороться, вот они вот, вот они есть, эти окантовки. Вот я сейчас с ними пытаюсь показать, как борются. Видите? Нет, обращайте внимание, есть ли функция коллекции хроматических операций в вашем съемочном оборудовании. Это крайне важно, потому что так на серофоне можно получить абсолютно неприемлемый эффект. Да и в студии тоже, Вокруг героя будет какой-нибудь очень неприятный рел. Электронный затвор. Вы понимаете, что электронный затвор это как-то выдержка фотографии, влияет на количество времени, в течение которого сенсор экспонировал. Понятно, чем он меньше, тем меньше света у него попадет. Но с другой стороны, давайте посмотрим, как будет выглядеть движение в этом случае. Казалось бы, водопад. Вот это у нас значение электронного затвора 1,25, 1,50, 1,00. Смотрите, мы не вода прорисовывается все четче-четче струей воды, хотя казалось бы, вроде бы, статичный кадр. Ну, светов разное. Здесь просто я не сел задачу корректировать, я просто привел исходные кадры, какие они были, и все. Ну, приведу более, наверное, такой комфортный пример. Вот такой. Как будет выглядеть капля воды? 1,8, 1,15, 1,30, 1,60, 1,25. Вы понимаете, казалось бы, все кадры хороши, но абсолютно разные художественные эффекты. Поэтому, естественно, оператору тоже надо ставить такую задачу, то есть, журналист должен быть, что он хочет получить, какое настроение. Потому что, казалось бы, от электронного затвора, который крайне редко многие операторы вообще круги. Зависит картинка. Но я, к сожалению, сталкиваюсь, я даже, наверное, на комнате на каких-то мероприятиях вижу, что его не настраивают вообще. Как будут выглядеть на самом деле объекты движущиеся? Вот как будет выглядеть спортсмен. Вот камера стоит, смотрит, и перед ней пролетает человек. Ну, проезжает спортсмен. Вот нам на 30 секунд он будет смазан, здесь он будет четко отображаться. Вы понимаете, тоже разные вещи. То есть мы хотим запечатлеть нормальный движущийся объект четко, то надо изменять значение электронного затвора. Тогда пластиковый кадр более четко. Вот как крутящийся объект. Ну, тогда 120-й и 4 секунды электронный затвор. Тоже абсолютно по-разному будут выглядеть. Еще интересный момент. Снимаем, допустим, спорт или какой-то движущийся объект. Да даже корреспонденты на фоне стены какой-нибудь или здания. Вот корреспондент идет и как-то хочет иметь дофон размыт. а глубина резкости не позволяет стены ряда. Так можно схитрить. Вот посмотрите, вот здесь мотоциклист движется, но хочется его отделить от фона. Понятно, что все в резкости и таким образом нужно уменьшить глубину. Открывать диафрагму нереально, поскольку оперерок не сможет сфокусироваться. Тут можно как раз касать значение электронного затвора. Допустим, и мотоциклист, который едет, и, допустим, корреспондент, который идет, он является объектом при паноральном снижении. То есть он по отношению к кадру остается в одной точке. Мы двигаем кадр, а в кадре он остается в рамках одной вертикальной линии, в одной точке. Фон движется. Поэтому если мы ставим значение электронного затвора большая, допустим, не одну 250-ую, а одну 50-ую фон, мы дополнительно подмываем при движении. Создается такая иллюзия малой глубины резкости. Вот так можно даже, допустим, если корреспондент идет на фоне какой-то стены, эту стену размыт. Ну, если она не особо должна. И потом, когда она останавливается, вот эта иллюзия малой глубины, деленность от фона проходит. Вот этим можно активно пользоваться. Вообще в современных классе камерах есть большой объем средств коррекции изображений. Вот это все есть внутри камеры. Помните, я рассказывал, что надо создавать посредством колористки определенного настроения и настраивать зрителя на то же готовить его, точнее, к определенному настроению, которое мы ему хотим сообщить. Вот посредством всех этих возможностей, которые сразу заложены в камеру, мы можем это делать. Ну, начну с динамической диапазоны. Динамический диапазон это количество градаций от самого темного до самого сверху, яркост. Чем их больше, тем, как вы понимаете, у нас лучше будет прорабатываться призатор. И больше будет деталей. Здесь, вы понимаете, небо выжжено, в тенях ничего не видно. Здесь у нас лучше карпин. Его обычно измеряют в электронной технике в процентах, но стандартный считай 460, но желательно миг 600. это есть маленького динамического диапазона и большего диапазона. Приведу пример, как камера с маленьким динамическим диапазоном может испортить картинку. Во-первых, вот эта камера с большой динамическим диапазоном это с маленьким. Посмотрите на небо, видите здесь ничего нет. И дым даже плоский который идет и строг достаточно плоский Плоская карточка. Здесь есть больше дыма. Вот интересный пример. Вот снимали материал. Ощущение, что есть дымка, и вроде как Солнце где-то пробивается. Вы знаете, как сплоть дымка? Но есть ощущение психологически, что где-то оно пробивается. На самом деле, реально вся другая камера с большим динамическим диапазоном, и погода была такой. Абсолютно серый такой день. Со смогом, но серый. Я прикрываю диафрагму так, чтобы по экспозиции сравняться, вот на этой камере, которая имеет больший диапазон, и сравниваю вот эту картинку с этой. Брать внимание, абсолютно разное настроение. То есть мы приехали снимать серый день, а получили солнечный день. Тоже можно попасть в такую неприятную ситуацию. Вот пример я снимал в Казахстане на камере с большим динамическим. Я снимал в Казахстане на камере с большим динамическим. Я снимал в Казахстане на камере с большим динамическим. Я снимал в Казахстане на камере с большим динамическим. Я снимал в Казахстане на камере с большим динамическим. Ну, собственно, продолжаем. Вот это было снято на камерах с большим динамическим диапазоном. Вы посмотрите, видите, от солнца все прорисовано. Берите внимание, все детали есть. Я думаю, снимая подобные кадры, для вас это большая проблема обычно. вот так вот такой самый болезненный момент работая в горах вот тоже мы обратите внимание это высота 4000 метров солнце слепит но у нас и снег прорисован и небо и собственно весь снег должен быть на вершину мы можем прорабатывать детали в тенях и уменьшать детали тоже в тенях сейчас постараюсь это показать если меня добьет хочет ну собственно вот пример вот белый фон я убрал детализацию на белом фоне и если поставить наоборот проработать детализацию обратите внимание на сколько мы уже его свою жизнь из-за того что конечно не заставить вот это исходный кадр я минимизировал детали в цветах то есть сделал ровный фон белый на белой декарце начинаю изменять позитивно начинаю прорабатывать детали вот так прорабатывать внимание наоборот то есть мы уменьшили детализацию в тенях и проработали детализацию в цветах ровно другая картинка при этом свете я никак не двигал никак его не изменял то же самое черное декорация света там очень много то есть было видно но я сделал ровно черный цвет то есть так можно допустим делать стюбе убрать детализацию в тенях и вот у вас как-то получится картинка то же самое на улице вот в кустах был провал но мы получили детали таким образом в принципе вот это очень интересный кадр потому что это это ночь я герой не видел он стоял где-то на расстоянии 4 метров от камеры его не было видно но посредством возможности оборудования мы вытянули картинку а это была маленькая студия освещенная но я сделал ночь посредством возможности камеры ну наверно пробегусь для сокращения времени пропущу вот примеры типа гаммы ну просто которые заложены даже внутри той или иной камеры не буду долго на этом останавливаться но обратите внимание посредством специальной функции можно даже прорабатывать детализацию цвета в дополнение вот был исходный динамический диапазон включим специальную функцию для того чтобы обратить внимание мы можем таким образом динамический диапазон значительно расширить ну вот например расширили мы этот динамический диапазон и и и и Ну, собственно, постараюсь еще привести пример определенной цветокоррекции, которую заложено внутри съемочного оборудования. Но поскольку у нас время поджимается, то, что мы позже начали, наверное, я все-таки покажу это сейчас на реальных примерах. Как это будет сейчас, я надеюсь, что оборудование нет в режиме. Спасибо. Продолжение следует... Сейчас, я надеюсь, мы все пролистаем. И попробую я вам показать уже на реальных примерах, которые есть у нас. Главный вопрос. Зачем это делать внутри камеры? Потому что обработка изображений внутри камеры самая большая. Вот на уровне АЦПО у нас есть 12, 14, 16. Например, вот ТКБ, который здесь стоит, имеет 16 бит на уровне АЦПО, все студийные камеры. А внутри обработка 46 бит. Ну, как вы понимаете, на канал. В монтажной системе, если вы запишите даже сигнал на носитель, там будет либо 8, либо 10 бит. Но вы понимаете, это все-таки не сравнение с 46 бит. То есть точность обработки будет намного лучше. Поэтому все манипуляции с цветом лучше делать сразу. Так, здесь они должны пустить и журналисты, и операторы уже принимать, что они хотят получить. Это такой немаловарный вопрос. Ну, поскольку мне говорят, что у нас мало времени, тут придется мне, наверное, самое интересное предприятие. Это жалко? Ну ладно. Будет еще раз убедиться. Мне просто хочется чуть-чуть рассказать про композицию, о которой я говорил вчера. В общем, здесь рассказалось о том, что DSLR нежелательно использовать для съемок и обоссовываться. Почему? Так, здесь еще раз просто попросите, чтобы вы не зацарковали, ведь семинар в общем времени. Продвигаем, пробегаем, пробегаем, и доходим, я надеюсь, костинка до композиции. Тоже пробегаем, жалко, но пробегаем. Ну, и это придется пробежать. Ну, самое интересное пропускаем. Ну, что ж поделать, это что, ну, видите, к сожалению, это не ко мне вопрос. Почему так обрежали нас по времени? Действительно, просто много ожидалось там интересного. Я и старался вам подготовить то, что для вас проэффектуально. Ну, я хотел показать вот самую главную проблему, то, что когда свет развивается, то и температура, например, герой за окном, за герой на окно, да, а у нас еще теплым светом, да. Во многих камерах, в больших студийных, есть функция коррекции. То есть мы включаем, видите, и корректируем. При этом источники света остаются такими. Ну, собственно, вот, что я хотел отметить. В камерах HD, в обычных видеокамерах, пятно рассеяние меньше, то есть света, что находится в фокусе по сравнению с кинопленкой или с киноптикой. Поэтому визуально нам кажется, что глубина резкости больше. На самом деле она иногда зачастую даже такая же. Просто на психологически кажется, что она больше. Отдельно хочу отметить, наши глаза имеют почти бесконечную глубину резкость. Мало того, что у нас их два, да, и у нас стереоскопическое зрение. Все равно, в дополнение, у нас глубина резкости очень большая. Можно считать, что она бесконечная. Многие сейчас, знаете, любят употреблять малую глубину резкости сейчас, как фотоаппараты это позволяют делать. Это далеко не всегда нужно. У нас есть типы перспективы, которые отвечают за объем, который мы видим в кадре. Линейная, тональная, оптическая, эффект заслонения, стереотеки, динамические перспективы. Вот если вот эти страдают, то можно компенсировать другими, чем эти перспективы. Но тут мягкий свет, обратите внимание, но фон размыто. Здесь все элементы в фокусе, но свет более жесткий. Но объем все равно ощущается. То же самое и здесь, казалось бы, что может быть размыто, но все равно мы ощущаем определенный объем из-за более жесткого света и правильно подобранного ракурса. Так же и здесь, все в фокусе, глубина резкости большая, но согласовозитесь, объем есть. Аналогичный тут, тоже все в фокусе, вроде бы плоская картинка, но чувствуется объем. Здесь объем лица, так вы понимаете, больше, кажется, что глубина кадрова тоже больше, благодаря наличию теней. Поэтому, чтобы сейчас касается студий, не надо светить плоско, нам хочется заливать все светом. Ну все, на этом у нас время уже полностью сжимается. Мне еще вам камеру надо показать.